Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». Сегодня в студии работаю я, редактор Мария Ким и мои коллеги Мария Санхалырова и Николай Слепцов Айды. В эти дни в городе Якутске проходит землячество Амгинского Улуса, и сегодня ко мне плотным составом, я не побоюсь этого слова, пришла тяжелая артиллерия. Здравствуйте. Я хочу вас представить. Еще заранее предупрежу, что это мои земляки, практически из Амгинского Улуса, и у нас мини-землячество получается. У меня в гостях Александр Терентьев Айгынус, он исполнительный директор союза кузнецов Республики Саха-Якутия и народный мастер. Александр Михайлов, кузнец, лауреат стипендии главы Республики Саха-Якутия. Александр Карамзин, кузнец Чапчелганского наслега. И Илья Артемьев, кузнец, учитель, преподаватель кузнечного дела Чапчелганской средней школы имени Лобанова. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы ко мне сегодня пришли. И я забыла представить своего друга Романа Александровича Алексеева, который сейчас является руководителем кузнецов Амгинского Улуса. Прости меня, пожалуйста, я это просто на эмоциях пропустила. Я хотела вот Романа Александровича узнать в первую очередь, когда прошло вот такое вот тотальное объединение кузнецов Амгинского Улуса. Потому что я уже в курсе, что Айгинус родом из Атагайского наслега, но живет в селе Хатасы. И вы тоже, да, проживаете сейчас в Амгинском Улусе, но корни ваши берут из Амгинского наслега. Добрый день. У нас объединение так сильно, мы объединились, как общественная организация с прошлого года. Во время подготовки к СЭХу на 150-летие нашей первой головы Афанаса Петровича Сержанского. А так кузнецы у нас издревле были, в Амге они есть, и ранее они поодиночку, в каждом на селе по два, по три человека они есть. Но как общественное объединение мы вот сильно начали объединяться с прошлого года, когда мы вот начали именно выплавку коричневого железа с местной руды. Из местной Амгинской руды. В прошлом году с Александром мы вместе встретились в форуме, обсудили, почему у нас наши археологические находки есть. И когда у нас такие вот... Собственные материалы? Нет, экспонаты есть у нас в районе, да, по музеям, по частным коллекциям, по школьным музеям, Батия, Батас, КЛС, все есть. А вот именно кузнецы почему не объединять, и мы решили сделать выплавку именно отрадиционным способом, нашим якутским способом из местной руды. И тогда мы начали объединяться на базе школы, Ачапчаганской школы, где у нас в школе работают акузничные, вот именно акузница работает, где детей учат. И на базе этой школы мы начали вот строительство, переподдержки управления культурой и администрации Амгинского района и администрации Ачапчаганской. Вот, наследие из школы, мы вот объединились, а по району, кто связан именно вот с ремеслом, мы всех объединились и начали вот строительство печи с Радутного. И в прошлом году выплавили именно около пяти килограмм, да, с местной руды. Железо уже мы взяли, Саша с Ильей участвовали на сейху Лонко как мастера по ножу. И с тех пор мы начали сильно объединяться и искать уже новые имена, ну, и у нас уже именитые кузнецы есть в районе, и вместе с ними мы вот так начали работать. Ну, это же практически историческое событие. Спустя вот столько лет, да, вы взяли... Почти, почти, наверное, сто лет. Почти сто лет? Больше может быть. Я знала всегда, что вот в Амгинском улусе есть вот у нас, да, ягутские ножи делают, изготавливают, да, но вот такого объединения я вот в последнее время буквально наблюдаю, и вот благодаря практически вашей встрече оттуда прям берет начало вот это вот историческое событие, когда кузнецы Амгинского улуса объединяются и привносят снова, да, в жизнь. И еще и из руды, которая добывается в Амгинском улусе, это же вы молодцы большие. И села Бетюнь. И еще и из села Бетюнь, руда. Да, руду мы с Бетюнь, с берега собирали ребята. Сами собирали? Да, сами, с берега. Руда она есть, а по природе есть она. По природе есть, ага. В реке Лена. И потом в реке Амга. Сверху уже. Ну, Лени тоже идет. И вы просто идете, берете вот эту вот руду, собираете, а потом делаете вот эти печка, которую вы сами изготовили своими собственными руками. Ну, я так поняла, всю вот эту историю уже вы изучали. Да. Моя история есть. Ну, это многолетний опыт наших мастеров, да, которые занимаются этим делом. Мы начали десечь и седьмого года начали это дело. Выплавка железа из местной руды начали в 2007 году, потом уже каждый год набирая опыта, да. У нас же нет этого. Никто не учил нас, поэтому мы только в ошибках учились сами. Как самоучки, но опять же не выходили. С разных классов залезли. Старых, которые знали этот метод, да, они все ушли. Их нету. Ну, если сто лет назад. Да, нас никто не учил, поэтому все путем проб и ошибок мы вышли вот сейчас, где вот, что имеем, да, сейчас, как якутское железо, да, сейчас вот на таком уровне сейчас вот стоим, да. Уже железо плавим, берем, да, уже из него делаем ножи, батыя, хамусы делаем уже. Это уже... Уже на российских состязаниях, ага, уже есть. Во всем мире даже нигде пока, ну, кроме японцев, да, нигде так не делают, как якутия. Это в каком году было это с этим с иерландцами-то? Встреча. Не, не встреча, а... Позапрошлым. Позапрошлым. Как раз и пандемией. Перед пандемией было это. Они, короче, онлайн это сделали. Онлайн фестиваль сделали. Ага, и в Европе там в трех местах, в Польше там было, в Ирландии, еще в каком-то месте. И в Америке, в Канаде было, и в Японии, и в Якутии в пяти местах, да? В пяти местах было. По всему миру такое вот пять-шесть только мест, да, масштабный был, да, такой. По всему миру сделали. А в Якутии там в пяти разных, там, в Нюрбе, в Вилюйске, в Верхней Вилюйске, в Намцах, в городе. Амге я всегда ее делал, как раз в это время. Вот смотрите, наверное, тогда полностью, начало это берет из республики Саха Якутия, да? Получается это, потом эта карта показывает, там отдельно все по точке стоят. А именно в Якутии, ну, большая территория, большая же, и там это скопление такое, точек. Точечное. Красными точками все. Да, да, да. И там они это, в Фейсбуке разговаривают, и там, когда читаешь переводы, да, там у них это, и какие там ученые занимаются там. Там, оказывается, все ученые занимаются этим. Доктора наук там. А у нас все эти. А у нас все эти. А у нас все эти. У меня с детства всегда оговорили, что у меня на роду все кузнецы, по линии матери, по линии отца, кузнецов много, именно по железу, да. Я с детства слышал, что у тебя дед кузнец, прадед кузнец, но как-то получилось вперед пандемии, мы когда резко остановились, да, сели дома, начали там уже изучать свои корни. Вот тогда, по-моему, эта энерго как-то объединилась, ну, что-то сакральное у нас проснулось, и вот начали объединяться. Береметы калле. Да. Про Романа еще я скажу, да? Давайте. Ну, Романа мы весной познакомились, да? В прошлом году, да. В прошлом году весной познакомились. Я вообще не знал его. Ну, это вообще феноменальный стратег, я вам скажу. Разговаривали, да, и как-то по душе. Мы сошлись, да, как-то он близко к кузнецам был, да, по разговору. И поэтому сразу предложил ему, стань, короче, руководителем по кузнецу, да, по кузнецам. Вместо меня будешь представлять, там, мунях уже проходит внутри этого. Официальная часть за Романом Александровичем, а творческая за вами. Поэтому Роман, ну... Думал много, да? Да, думал, ага, ну, согласился. Он согласился, сразу. Не согласился бы, не сидел. А, согласился? Согласился, потом прошло время, да? Прошло время уже вот это мероприятие же, да? Провели в Чапчевгане. Вот тогда он уже выступал там, уже в этих собраниях, да, в лучших собраниях. Представлял уже. Представлял уже, да, он уже представлял. Потом вот начали уже администрации, уже начали вот какие-то действия производить, что надо его руководителем, кузнецов, ангельского луса сделать. Ага. Вот наши аксакалы были, как Алексей Искрявин, Игнать Устинов, Михаил Викторович, наш Михайлов. И, ну, приятная сторона, они все объединились и подняли руки, и наклассно сказали, что мы тебя обыбираем. Увладителем нашего объединения. Это потомки, мне кажется, вот так вот взяли и уже сказали, нужно начинать это дело. При такой поддержке сложно отказаться. Какая тяжелая артилельная такая, прям, изготовители якутских ножей. Потом до этого разговор был, да, в группе, у нас группа есть, большая, где и швеи, и кузнецы все есть, да? Все. Все там есть. Разговор, что надо вот руководителя найти, да? Что по отраслямам. Что по отраслямам, ага. У нас по кузнецам, я сказал, получается, кузнецов будет Роман Алексеев. Они сказали, что как, почему ты его выбрал, сказали, да? Причем тут он. Ага. Как-то сомнение было у мастеров. Первый, впервые, ага. Но по кузнецу я решаю, говорю, я же руководитель организации, да? Поэтому по кузнецу я решил, что будет Роман Алексеев. И все молчат, молчат, да? Может, потому что руководитель сказал. Ну, вообще интересно, если ребята... Ну, история начала... Ну, такое... Ну, в начале было, конечно, вот, сомнение было, да? А так, я был уверен в нем уже сразу, после разговора. Потому что у него кузнецы были, да? Ну, роду. В роду кузнецы были. Когда у человека смотришь, он, вот, если разговариваешь, да, вот с ним про кузнечество, про металл, да? Если у него глаза загораются, это уже что-то... Ну, вот в этом весь Роман Александрович... Да, история хорошо знает, да? Всю историю наше время. С Романом Александровичем об истории вообще можно читать. В энциклопеде можно читать. Да, ходячий. Можно сидеть и слушать. А вот, Роман Александрович, мне еще весной вот про ваше такое грандиозное, я считаю, да, для нашего Амгинского района мероприятие. Отправил ссылку, историю, рассказал, что, как, что за мероприятие. Это вот про печь ту. Мы сейчас возвращаемся к изготовлению этой печи, которую вы уже практически испробовали, и она уже в деле, да? Да, в деле работали уже. Два раза. Два раза выплавку сделали. У нас участвовали школьники, принимали участие уже именно в сам процессе. И сейчас мы уже готовимся к изготовлению этой печи, и об этом году у нас там планируется уже обыплакать. Как погода встанет, мы уже, ну там свои определенные температурные режимы нужен. Конечно. Подготовимся, и к Сэху-Ланху есть такая мечта, чтобы наш, каждый кузнец участвовал в конкурсе. Но это мы как про себя оговорим по Якуз, когда даст Эхке, ну вот тогда и у кого железо будет, тот и будет участвовать. Потому что все мероприятия, и все конкурсы, да, которые будут проводиться именно во время Сэхо-Ланху, должны быть из железа, из якузского железа, да? Из крисы. Поэтому вот это очень важно, да? Потому что без крисного железа, ножи там, батья, никто не будет участвовать. У нас уже Сэхо-Ланху в Олюкаминске начали это делать, да? Уже серьезно этим... Ну, Снамсов было, но там как бы пробные было, да? Потом уже конкретно по конкурсам, по этим, все должно быть в этом, да. Начали вот Олюкаминск, Сэхо начали. И вот держим. Ну, вот у меня обращение к вам, к моим тоже являкам. Илья, вы учитель кузнечного дела в школе в Чепчелганской. И вот насколько дети омгинские тянутся вот к железу, чтобы что-то из него сделать? Ну, дети, например, с первого по одиннадцатый класса ходят, ну, где-то, в одиннадцатом классе где-то пять ребят, пять детей. Только мальчики. И этот... Самое многое это в девятом классе. По количеству? По количеству, по шестнадцать. Шестнадцать? Ага. И Чепчелганская школа, она же небольшая, и прям шестнадцать из девятых классов, молодцы, такие. Почти все ребята. Интерес большой. Интерес большой, ага. После одиннадцатого сертификата кузнечного дела, этот, третий РЛЭ, трое разряд. Прокричь? Ага. Он выдает уже... Уже официальный специалист. Уже официальный специалист, получается. Кузнечство уходит. Ну, сейчас, например, это Алмаза Ганнавара, там же специалисты есть, кузнечное дело есть там у них. Уже по корочкам берут только. Вот, смотрите, да? А наши ребята уже с корочками... Вот, например, я не могу, потому что у меня и такого нету корочки. Ну, да, да, да. Обратно в школу поехали. У меня тоже нету. Да. У меня тоже нету такой корочки. Ну, вас... Вот я преклоняюсь перед такими людьми, честно. Очень сильно я вас уважаю. Всех тех, кто прям вот в крови, с молоком матери, вот все вот это вот испили и вот сейчас вот несут все в народ, да? И вот Саша Карамзин. Это мой друг и товарищ. Турбан... А, циркуляционный же есть станок. У него такой... Это пробный практически. Да, 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 да. Я ковать не умел. Но желание было. Потому что? Чепчелганский на стрелке. Да, да, да. Выточил. Ну, короче... Ну, получилось. Да, да, получилось. Мой первый нож, потом... А он, ты его оставил себе? Не. А он уже так в кону... Я вот в конце сейчас вот жалею, что не оставил. Надо оставлять. Потом он каждый год, каждый год по одному ножу, ага, и как бы по ступеньке идет. Ну, это... Не получится еще. Да. Какое качество за столько лет добился? А сейчас... Вот все равно, наверное, в памяти визуально остался Буллади, нож тот первый. И сейчас ножи, которые ты делаешь, они... Ну, конечно, что за вопрос, да, конечно, отличается, потому что столько лет опыта. Ну, в этот момент еще можно сказать, что мы железо, которое в прошлом году выпалили, да, а Саша сделал нож кричный, наш якутский, именно вот хвоста быка нужны, да, ну, как положено по регламенту для участия в конкурсах Ланхо, и мы этот, а наши мастера Михаил Викторович с Ильей там вместе, они сделали поставку под этот нож, и именно половину вот этой кричи мы сделали такой вот экспонат и подарили нашему музею вот Лусу. Там сейчас стоит вот этот... Посмотреть надо, сходите обязательно. Да, как экспонат, там все прописано, кто участвовал в уплавке, и кто поддерживал, и мы этот экспонат подарили. Сейчас музей стоит он. И именно вот Саша сделал. Саша, не потеряешь, уже придешь там 60-70 лет, потому что... Ну, внуки будут смотреть. Да, внуки будут смотреть, правнуки. Да, внуки будут смотреть, правнуки. Через 25 лет, да, это уже получается, как там говорят... Историческое наследие практически, да, вот так получается. Через протяжении 25 лет проходит, уже все. Ну, как бы это как становится? А раритеты типа... Ага, предмет исторического... Ага, извините. Да, извините. Да, извините. Да, извините. Ага. Имена станции, и... А такой момент там... Вот сейчас мы буквально на рекламу прервемся, ненадолго совсем, ага, на 4 минуты, и продолжим наш разговор. Во второй части мы еще больше... Раскройте мне тайные секреты своего кузнечного дела. На рекламу ходим. Здравствуйте, телезрители и радиослушатели. Мы возвращаемся к нашей беседе с кузнецами из Амгинского улуса. И сейчас я у Айгинус хотела бы спросить про патент географического названия. Указание. Указание. Якузский нож называется. Территориальный патент. Это большой документ федеральный, да, который мы сумели получить в прошлом году. Регистрация прошла 13 декабря. Да, об этом Асин Сергеевич объявил как раз. Об этом наш глава Асин Сергеевич Николаев объявил своим телеграммаме. Для кузнецов наших это... Да, для наших кузнецов это большое событие. Историческое. Историческое событие. Даже для региона, да, республики. Потому что он единственный территориальный бренд, региональный бренд. Якутский нож. С документом, с регистрацией, в Роспатенте. Такого нет. Даже в Дальнем Востоке нет. Первый. Получается только республика Сахаи. Первый региональный бренд на Дальнем Востоке. Якутский нож. Вот этот документ мы... Ну, я начал это собрать, да. Все на якутском было. Про якутский нож, да. Нигде по-русски не было. Пришлось там переводить, там найти переводчика, который знает термины по металлам. Это тоже не бесплатно, да, все равно. И большая масштабная работа. Да, большая масштабная работа прошла. Вначале хотели взять наименование места происхождения товара, да. Это тоже как географическое указание. То есть товар должен производиться именно в том регионе, где он начал существовать, да. Ну, как начал делаться. Это называется вот географическое указание товара, да. Поэтому вот этот документ вы начал... Заявку подали в 21-м году, 12-го декабря. Потом вот через два года получили, да. И терпеливо ждали, да, вот как настоящий. Терпеливо ждали, конечно. До этого сбор документов начался в 17-м году. Догазательные работники. Да, да. С 17-го года, когда вот я уступил в ряды союза кузнецов республики Саха-Якутия, я еще тогда не был исполнительным директором, да. Просто членом был. Как-то мне доверили это дело. Не знаю, почему именно мне, да. Ну, короче, ты, типа, образованный, короче, этот, да. Мне было, наверное, надо поверить опять до высшей силы. Ну, можно, можно. Вообще, в прошлый год интересно. Потом уже я дал слово, да, что я добьюсь этого до конца. Поэтому пришлось сдержать и до конца идти, да. Конечно, много преград было, много этих было, да, срывов было. И как-то в неопределенном состоянии было. Мы получим этот документ или не получим, вообще непонятно было до конца. Конечно, там, в совокупности-то это шесть лет же прошло. Да, они могли бы даже отказать, что какой же нож, типа, да, вы недавно начали делать, да. Они могли бы так и сказать, да. Но они поверили, что по этим историческим данным, да, которые существуют у нас в республике, да, которые писали, вот, полицейские, там, видите, да. Это помогло, да. И археологические раскопки многие есть, да. Эти факты нам помогли получить этот документ. Это реально, вообще, очень большая и масштабная работа. Поэтому это, ну, гордость, да, гордость всего народа. Да, всего народа, конечно. И вообще, добавить, прошлый год, 23-й год, вообще, для истории какой-то смысл имеет. В прошлом году мы узнали, что о раскопах, ну, еще в 70-х годах нашли именно местность нашего болгурского наследия, да, кулунатахская культура, это нашли ножницы железные. И наши археологи доказали, что по предметам, которые вместе они, ну, по слове нашли, ножницы, и они доказали век, да, XII веком, что у нас имелась своя культура и ножницы. И вообще... Кулунатахская. Да, кулунатахская культура. И когда вот общаюсь с кузнецами, ребята рассказывают мне, нож, ботия, котокон, кулыз, они все режут, а мы, это копье, да, и опечня наше, вот, они все околят. А вот именно ножницы, они делают фигуру, да, ну, волосы стригем. Материалы. Наши портные тоже, когда шьют на ней, а по фигуре, все дело, это уже говорит о культуре народа, да. И что у нас, у народа с XII века есть своя культура. И еще, я вот, ребята сказали, наши ножницы имеют какой-то определенный вид, а наконечник, который именно используется по шелку. И еще есть шелк. Да, а если есть шелк, то это по кончику. В XII веке это шелк. По кончику. А по кончику ножа. И рядом нашли бисеры, да, которые сейчас очень модно идут, на последнее время опорские фильмы от Игандархана, да. У нас, у наших женщин, и в моде сейчас уже, куманатарская культура, ну, к украшению носим. Это говорит, что с XII века у нас, а народ наш имел свою культуру, и умел спокойно участвовать в торгах уже где-то в Средней Азии, с Китаем мы имели торгово-промышленные отношения. Шелковый путь. Шелковый путь, да. Ну, может доказать, да, что у нас есть культура, вот именно общение, промышленное, вот именно торгово-промышленное отношение. Оттуда привозили шелк, отсюда что-то ушло, да. Кость-мамонта. Да кость-мамонта, пушниная, наверное, там, пушниная. И учитывая вот это, да, ножницы, они... Ну, вот Саша рассказал, что ножницы должны одариться именно вот таким людям, которые представляют искусство нашего народа. И в прошлом году при поддержке нашей администрации и управления культурами, вот, ножку, который... Ножницы? Да, ножницы, извиняй. А сам сделал, и там серебряной рукояткой мы подарили Агустине Филипповой, от имени Амгинского района. Ну, я думаю, именно... С этим... Малагит. Да, с Малагит. А бересты сделаны шкатулы. Бартамул. Шкатулы из бересты. Ну, мы осеним вот труд нашей Агустиной Филипповой, да. А какой титанический труд она делает, представляет народ. И мы этим хотели доказать, что кузнецы и мастера, они всегда были вместе и всегда в пользу народа они работают. И повязаны красной, такой невидимой нитью их всегда. У нас культура одна общая, и вокруг вот этой культуры мы должны все объединяться, и... Ну, а за народ должны работать. Ну, кузнецы для народа работают. В последнее время все говорят, кузнец, значит, делает нож или печенька. А на самом деле по раскопкам, по историческим справкам у нас в якутском Балагане около 40 изделий, которые делают кузнецы. Вот это, ну... А начиная с кучек, да. Вот хороший Балаган у него, семейка, вот гус, ага густа, вот у него должен быть вот 40 принадлежностей железных. А начиная с ручек, крюк, там колокольчики, сковородка, сковородка, ну, все, все есть. Все, ножи, шипсы, кашетка, и иголка, наперсток. Очень много хватит. И у Бранцевой лошадей тоже там свой культ, а конкретно там подкова с тремя и гузда они вообще алиситворяют там подкова по... А поверьем, кузнецов, он вообще имеет значение, ну, связь с родиной землей. Ну, у лошади предназначение ездить, да, и энергия земли уже вместе с лошадью, у наездника уже, а с тремя уже там, как сядешь верхом на лошадь, с тремя наденешь, уже уверенно сидишь, да, это значит, уверенный, хорошо осидит человек уже. А узда по якутскому юнь, а юнь это расти, да, и растет, и направление. Куда хочет пойти? Это все равно на Александре. Все это от философии уже намного указано, рядом с нами все находится, а когда начинаешь изучать историю своего народа, и когда начинаешь уже работать с огнем, определяешься, вот эта вся энергетика идет уже. Это все у нас заложено в кровью, ну, о породу, да. Вот есть, но надо немножко чуть-чуть подтолкнуть человека, ну, как я всегда о шуте говорю, когда вот с руководством района Кузнецов встречается, да, мы устраиваем встречи у нас в администрации, и они... Устроить такую встречу сложно, да, ну, кто-то занят, кого-то нет, но когда они встречаются, сидишь, и как с горки, а сани, а детей спускаешь, стоишь, они сами, практически сами начинают разговаривать. Чуть-чуть подталкиваешь немножко, ну, вот таких разговоров именно поднимаются вот такие... Кузнецов свои проблемы с администрацией уже о своей кузне, синергия такая получается. А поддержка от администрации Амгинского района, вы? Да, есть. В этом году, в прошлом году уже построили же, вот, сейчас они там огородили, вот нашу печку сверху на весь сделали, это хорошо вообще. Ну, вы еще являетесь стипендиатом главы республики Саха-Якутия, расскажите. Айгинус. Айгинус расскажет. И хлеб-то тоже есть. С позы прошлого года, да? Вот. Верхоневлюзийский СССР. Верхоневлюзийский СССР, да, Олан-Хо, там глава, наш глава Якутии, да, объявил, что будет с этого года вручаться стипендия именно главы республики, да? Вот. Тогда мы обрадовались и ждали с нетерпением, да? Потом отбор проходил, как, да, именно стипендиат, да? Именно вот СССР проходил. Отбор, сильный отбор, да? Потому что там мастера участвовали именно с ножами, с хомусом, да, с батией, именно из якутского железа участвовали. То есть она, это из камня, да, из камня железа делают, потом из кирицу, да, кирицу, да, балгу называется. И из этого начали уже ножи, хомусы, уже это делать, да, батией делать, да. И уже конкурс начали проводить. Это мы начали проводить еще в 21-м году. В 19-м году испробовали, да, в СССР, в намском, ну, намском СССР, да, Олмхо. Потом уже в 21-м году, уже в 20-м году не было СССР. Из-за пандемии отменили. Потом уже в Олёкеминске мы уже все конкурсы делали из якутского железа. Вот, из этого начали вот это. Потом уже в 22-м году объявили стипендию. И как раз в этом уже начали отбирать стипендиатов, да, лучше. Александр занял первое место по Батье, самый большой конкурс. И он как победитель прошел без правого голоса автоматически стал стипендиатом. Я вас очень поздравляю. Такая поддержка очень помогает именно кузнецам. Но есть такие творческие люди, задания кузнецам. Есть такие опереды, когда что-то не идет. Вот, а стипендия уже как, ну, о денежном эквиваленте же дается, поэтому очень поддерживает. И такая поддержка именно вот нашего народного промысла кузнечества очень помогает. А тогда у кузнеца появляется немножко свободное время, и свой опыт уже трансфирует. А по районам, по лусам немножко время дает. И уже стимул дает другим кузнецам. А может, я в следующем году. Молодым очень хороший стимул дает. Поэтому ребята сейчас, я думаю, настроены на это стипендиат. А они на сколько вот молодые подключаются к вам? У нас самый молодой, ну, 20-21 год, да? Такие ребята есть. Даже еще школьники есть дальше. Школьники, которые закончили недавнюю школу, да? Вот, 18-19 лет, да? Они участвуют уже в российских конкурсах у нас. И занимают призовые места некоторые. Это уже прогресс сразу на это. А сейчас поэтому старых кузнецов почти нет в конкурсах. Не участвуют. Старых кузнецов? Возрастных? Да, возрастных. Ну, они уже, конечно, они уже тяжеловесы сделали свое имя, передали вам свой опыт. Вы сейчас передаете молодому. Даже мы стали, как вы, уже старыми стали. Да, да. Ну, так и есть. И еще такое, по стипендии скажу, в прошлом году с нашего района Алексей Скрявин, наш уже старожил, наш учитель, а тоже удостоен стипендий. Он является учителем, наставником нашего Александра. Меня учил, делать хамус, нож, туда. А наставник, он уже прошел очень такой отбор, и он застойен в этом году получать стипендии. А человек очень скромный, ничего не просит, сам делает. Он известен тем, что он у нас о памятнике делает. Это, по-моему, некоторые уже знают. Сатагая стоит же, да? Да, Сатагая стоит. И еще где? Еще это? Самосуния, по-моему, да. Самосуния. И Балугур, по-моему. И Балугуре стоит. Терри по-моему, диколамбинскому уже стоит его. И он уже... И с железо делает. Ну, там прям масштабные же работы. И когда он рядом с ребятами своим опытом оделится, чуть-чуть вот так одним словом поправит, уже для ребят как бы стимулом становится, когда такие люди рядом уже есть. И один разговор с такими людьми очень дорогого стоит. Ну, направляет, вдохновляет. А вот у меня сейчас вопрос какой-то назрел, да? А что больше всего любите делать вы, вот, кузнецы сами, допустим? Кто-то больше предпочитает делать хамус. Кто-то... У нас минута, к сожалению, осталась. Я очень хотела бы, чтобы вы еще раз пришли к нам на передачу. Потому что мы не договорили. Мы не договорили. И еще больше всего... Вот будет какое-то событие сейчас у вас произойдет? Или вот мероприятие там? Приходите, и давайте будем об этом еще больше разговаривать. Потому что тема интересная. Кузнечное дело, да. Практический этап возрождения, да? Вновь это, наверное, не скажу, что второе дыхание. Там вот какое-то дыхание, но уже все объединив свои силы, вы идете вперед. А дальше больше надо. Дальше больше надо. Мы еще это, как бы, наших вот предков, да, их технологию еще не знаем. Ага, еще не знаем. 15 секунд. Ну, спасибо за приглашение. Вам спасибо, что пришли таким хорошим составом. Отлично было всех вас. И до свидания. До свидания. До свидания.